Спортивная школа поселка Старый Городок. Трудно представить, что в этом уютном и комфортном зале лет 20 назад было сложно тренироваться. Вдохнуть жизнь в эти стены смогли акробаты, а новый вектор развития задала спортивная семья Гургенидзе и ее глава Владимир Робертович, долгие годы возглавлявший сборную команду России. В памяти о выдающемся тренере в старом городке прошел кубок имени Владимира Гургенидзе, участие в котором приняли свыше 120 спортсменов. Это родной зал, родной поселок. Мы хотим здесь провести, а с следующего года уже включить в календарь и будем проводить. Во-первых, будут разряды присваиваться, мастера спорта, кандидаты мастера спорта. На приглашение об участии в первых соревнованиях в памяти Владимира Гургенидзе откликнулись и спортсмены из Белоруссии. Блестяще выступила женская тройка из Гомеля, Кристина Лешова, Анна Кацуба, Алина Кондюлева. Свои соревновательные программы представили гости из Краснодара и Орла, Тверской и Воронежской областей. Большинство участников было от Одинцовского района, из Венигорода, из спортивной школы Гургенидзе, в которой занимается свыше полутора тысяч человек. Это был, наверное, самый сильный и мощный тренер в акробатике. Для него всегда было главное, это не участие, наверное, а победа в соревнованиях. И когда мы готовились, мы готовились ради победы всегда. Памятное состязание стало местом встречи друзей, однако присутствовал и соревновательный накал. Соперничество оказалось столь высоким, что в некоторых возрастных категориях места определяли тысячные балла. Это и женские пары по категории 12-18 лет, и мужские пары по взрослым. К сожалению, у ребят уже был поезд на следующее соревнование из Великого Новгорода. Мы с ними поделили первое место нашей пары, причем это не то, что какой-то сверхдружеский жест, то есть это реально была борьба и реально было очень серьезное соревнование. Для всех гостей соревнований Тимур Гургенидзе и его команда подготовили памятные подарки. А благодарность за большой труд во славу российского спорта акробатам от главы района Андрея Иванова передала руководитель администрации Татьяна Одинцова. Кубок дополнился и радостной вестью о награждении Валерия Тухашвили, Александры Баландиной, Александра Овчинникова и Виктора Гречухина орденом «Спортивная доблесть». Кроме того, был озвучен приказ о присвоении ряду спортсменов звания мастеров спорта. В следующем году кубок имени заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе внесут в календарь соревнований, и он станет международным. Мария Подъепольская, Денис Харламов, Павел Дашковский. Телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова